Здравствуйте, уважаемые зрители нашего канала! В одном из своих видео я рассказывал о самых популярных фидерных монтажах и многие из вас задают вопрос, почему я не рассказал об оснастке вертолет. Эта оснастка незаслуженно забыта всеми любителями фидерной ловли. Во всяком случае, из всех своих знакомых, кто ловит на фидеры, я ни у кого не видел эту оснастку, чтобы они ее пользовались. Наверное, я единственный рыболов из своих знакомых, кто использует такую оснастку. Сейчас я расскажу о том, как ее собрать и расскажу, в каких условиях ее есть смысл применять. Собирается данный монтаж очень просто. Я делаю его на отдельном куске достаточно толстой и жесткой лески. Это может быть диаметр 0,3-0,35. Беру отрезок длиной порядка 35-40 сантиметров, по концам привязываю два вертлюга, либо просто делаю петлю по обеим концам этого поводочка, предварительно продев на эту леску два стопора и между ними установив обычный вертлюг. На одном из концов я цепляю карабин к вертлюгу в случае, если установлен вертлюг, либо непосредственно прямо к петле. А можно просто той петлей за колечко кормушки прицепить сюда кормушку. В данном случае у меня карабин. Я этим карабином устанавливаю кормушку. У меня получается кормушка, поводок, вернее лидер и на нем стопор, потом вращающийся свободно вокруг основной лески вертлюг и еще один стопор. На этот вертлюг я укрепляю поводок. Устанавливается поводок сюда способом петля в петлю. На конце поводка у меня петелька. Все вы знаете, как ее вязать и уверен, что также знаете, как устанавливать поводок способом петля в петлю. Мы продеваем этой петлей колечко вертлюга и поводок затягиваем в свою собственную петельку и подтягиваем весь поводок. Поводок у нас закреплен на вертлюге. Для того, чтобы при забросе поводок не путался за кормушку и за основной лидер, за основную леску, длина поводка должна быть настолько, чтобы он не доставал до кормушки. Этими двумя стопорами мы регулируем свиз нашего поводка для того, чтобы он не заходил до начала кормушки. В таком случае при забросе поводок будет свободно вращаться вокруг основной лески, не приводя к перехлестам и зацепам за саму кормушку. Как только вы начнете удлинять этот поводок, неизбежно он будет цепляться за кормушку, а также цепляться за основную леску. Поэтому делать длинный поводок в данной оснастке нет никакого смысла. И теперь я расскажу, в каких случаях есть смысл применять такой монтаж. Сейчас большая мода пошла на использование таких монтажей, как петля гарнера, либо раненый виг, так называемый скользящий монтаж, но почему-то не заслуженно забыт такой простой и эффективный монтаж, как вертолет. Лично я его использую в двух случаях. Тогда, когда хочу ловить на очень глубоком илу, это позволяет мне поднимать поводок над илом. После заброса и погружения на дно кормушка уйдет под ил, а поводок свободно будет лежать на поверхности ила, что позволит рыбе беспрепятственно найти насадку, а вам позволит увидеть поклевку этой рыбы. Еще один случай, когда можно и нужно использовать такой монтаж, это когда вы хотите совершать очень дальние забросы, которые достигают расстояния под 100 метров, а может быть и далее. Большинство оснасток не позволяют достигать такой дистанции ловли, а если и позволяют, то зачастую происходят перехлесты поводка за основную леску, либо за кормушку. Этот же монтаж, благодаря тому, что поводок свободно вращается вокруг основной лески, позволяет совершать очень далекие забросы и ловить рыбу на тех дистанциях, которые недосягаемы при использовании стандартных монтажей. К тому же, эту оснастку из оснастки вертолет можно очень быстро переделать в оснастку уранинг. Как это делается? Мы снимаем наш поводок с вертлюга. Поскольку он у нас закреплен способом петля в петлю, снимается он очень быстро. Вот мы сняли поводочек. Теперь мы отстегиваем нашу кормушку. Снимаем карабин и перебрасываем карабин на вертлюг, на котором был наш поводок. И сюда крепим кормушку. У нас получается спортивная оснастка ранинг риг. Конечно же, она не 100% спортивная, поскольку по краям у нас карабины, вернее вертлюги. Но в любом случае, вы очень быстро из оснастки вертолет делаете оснастку ранинг. Убираете стопора в бока, по краям, ближе к вертлюгам. И на одном из концов крепите ваш поводок. Так же способом петля в петлю. Что у нас получается? Была оснастка вертолет, стала оснастка ранинг. Тот же принцип, что и у обычной спортивной оснастки ранинг, только с двумя ограничителями в виде этих вертлюгов. Как видите, поводок свободно проходит через кормушку, не препятствуя регистрации поклевки. В данном случае, вы можете использовать более длинные поводки. Это вы уже выбираете в зависимости от условий вашей ловли. Таким вот образом, из оснастки вертолет мы за пару секунд сделали оснастку ранинг. Конечно же, здесь нет того отводчика, который обычно используют в оснастке ранинг. Но благодаря вертлюгу и карабину получается некоторого рода отвод, который позволяет также ловить на илистом водоеме, в случае, когда кормушка погрузится в вилл, а сама оснастка останется на поверхности. Попробуйте данный монтаж, который называется вертолет, возможно, что он вам понравится. Во всяком случае, я на него периодически ловлю. Основная причина, по которой я применяю данный монтаж, это отличная защита от самозахлёста поводка за основную леску. Все это достигается благодаря тому, что поводок свободно вращается вокруг основного лидера. Пробуйте, экспериментируйте, выбирайте для себя то, что вам больше нравится и то, что больше подходит под конкретные условия вашей ловли. На этом всё. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, делитесь этим видео в социальных сетях, а также подписывайтесь на наши группы ВКонтакте, в Фейсбуке и в Одноклассниках. Все ссылки есть в описании под данным видео. Желаю всем успехов на рыбалке. Пробуйте, экспериментируйте разные монтажи. Смотрите, какой вам больше всего подходит. Всем удачи, пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин